Всем привет мои танкисты, летуны, особенно летуны наверное и топовые аркадники, у меня для вас супер новость. Сегодня улитки выкатили, починили номер 49 и в этот раз действительно кое-что починили, даже изменили, но и не поломали. Вот очень интересная функция тоже для топовых многих игроков и для стримеров, да, можно включать приватность и теперь них будет генерироваться. Но это не самое интересное. Вот, даешь топовых летунов в танковых АБ. То есть теперь, вот помните, я вам всегда говорил, что это за бред такой. Играешь на 11-0 на боевых рейтингах высоких, берешь на 7-ку, 8-ку или 9-ку любой самолет и получаешь какое-то старое крыто времен Второй мировой войны, которое сбивает тут же тунгусками или другими современными зенитками сразу только как зареспался. Потому что появляешься на стоковом самолете, скорость 300 км в час, появляешься над полем боя и тебя тут же встречает зенитка любая. Вот это изменили. Полный список самолетов, которые добавили в зависимости от боевого рейтинга. Вот так он выглядит. На боевом рейтинге еще 8-7, 9-7, все еще и у 28 и Канбера. Это ядерные бомбардировщики, которые дают. Это что такое? РДС, Марк. А, это бомбы, которые на них установлены будут. И какое будет вооружение. И вот начиная уже с боевого рейтинга 10-0, то есть играя сейчас на... Новые игроки получили ту же модерну, например. Поставил ее в сетап, в аркаду пошел, и ты взял на 7-ку, 8-ку, или ты можешь полетать на нормальном, современном, красивом истребителе. Или штурмовике. Тут установлены вооружения на бомбардировщики бомбы. ФАП-500, ГАУ, на штурмовики установлены вот такие ракеты. Зина, классные ракеты тоже. Ну, я думаю, что это будет еще дорабатываться. Так что, ребят, сегодня зайдем в аркаду, потестируем. Я же люблю топы. И заодно полетаем и разберемся, где какие самолеты лучше. В принципе, все. Спасибо за внимание всем.